Ну да, потому что мне не нравится какой-то мой эфир, и у меня с вами, в принципе, серьезный разговор. На каком-то канале там что будет, я не знаю, посмотрим, договоримся, насколько все пройдет у нас. Расскажу о себе. Я прекрасно понимаю, то есть у нас там получился такой диалог на канале с шизофренией, да? И я прекрасно понимаю многие вещи, которые происходят в мире. Я прекрасно понимаю мистическую сторону этого мира, и она достаточно сложная. Я про себя скажу, потому что Ирина, я знаю прекрасно, то есть я понимаю, что есть контакт, мне не нужно доказывать ничего. Я позавчера видела только летающую тарелку, для меня это как машина рядом проехала. Хотя я с ними не контактирую. По поводу мистики я немножко расскажу о себе, да, чтобы тоже представления имели. Может быть, и знаете, и видели. Потому что достаточно в определенных кругах я все равно меня знаю, да? То есть я хорошо пространствую этот рисунок. У этого мира есть две стороны медали. Одна физический мир, который мы видим своими глазками, да? А вторая — это духовный мир, мистический мир. И для большого ряда людей, когда они попадают в мистику, не просто я посмотрела образы, там я кого-то почитала Кастанеду, давай практиковать. А то есть есть мистика физического порядка. У меня тоже было своего рода похищение. Только не с такими существами я общалась. Когда я вернулась, я вся была в синяках. И общение было с энергией. Я с энергией общалась. И это было физического порядка, да, такой вылет. У меня были другие вылеты физического порядка. Когда я выходила из тела, у меня были... Ну, то есть, ладно, все рассказывать не буду. Там смысла нет, да? То есть я прохожу, к примеру, такой путь, чтобы понятно было, как называется в этом мире близнецовые племена. Но это неверное название абсолютно. У меня 16 подселенцев. То есть я прохожу, у меня 16 соединений с различными людьми. То есть та мистика, которую я переживаю, я переживаю, я ее, так скажем, если с детства это было в минимальных количествах, да, то с возрастом, с определением, то есть с момента выполнения мной каких-то матричных функций, у меня матрица перекрылась, я живу в нескольких реальностях фактически. И я понимаю, насколько эти процессы сложные. И я не одна такая. То есть есть люди, которые переживают такие процессы. И они достаточно разрушительно влияют на человека, когда он не понимает мира. скажу по себе сразу же, что когда со мной стали происходить, моя реальность поменялась, я начала разбираться в мире и пошла к всевозможным экстрасенсам, целителям, начала читать духовную литературу. Так получилось, что они мне ничего сказать не могли. И те процессы, которые со мной происходили, они во мне усугубили. И у меня был такой период, когда я всего мира закрылась на полгода, впала в коматозное состояние. И чтобы выжить, я повторяю, выжить, не сойти с ума, не попасть в дурку, а просто выжить в состояние, я просто сидела и изучала мир, изучала все ощущения вылета, видения, с кем я общаюсь. То есть я дошла до достаточно серьёзного уровня, когда он ограничится уже с ума помешательством. Но я не сошла бы с ума, но я себя до него довела, до этого уровня. Потом начала изучать опыты других людей. И сейчас я выдаю людям информацию, в первую очередь тем, кто переживает мистические события и кому школа этого мира не способна помочь, а то, кто усугубляет в них проблему. Понятно? Да, конечно, вы есть. Значит, что теперь я немножко себе расскажу, то, что вы уже, наверное, знаете, для наших и ваших телезрителей. Здравствуйте, меня зовут Ирина Подзорова. Я являюсь контактёром с внеземными цивилизациями. С Натальей мы познакомились на одном из YouTube-каналов, где активно обсуждают наше видео. Соответственно говоря, мы с ней там немного переписывались, обменялись мнениями. Сразу хочу сказать, что разные мнения и несогласия друг с другом – это абсолютно нормально. то есть, соответственно говоря, вы знаете, что, вы, Наталья, знаете, что у нас существует много людей, у людей существуют разные убеждения. И что они не совпадают друг с другом – это является абсолютно нормальным явлением. Потому что в мире велико разнообразие форм. Вы посмотрите на свою руку, у нас даже на одной руке все пальцы разные, говоря про людей. Поэтому наше какое-то общее несогласие по вопросам, так сказать, мировоззренческого толка, оно вовсе не может помешать нам при наших проявлении любви друг к другу как высоких вибраций. Это несогласие не может помешать нам быть друзьями, сотрудничать в какой-то мере. И, конечно же, при обоюдном согласии и желании. Смотри, Галина, смотри, по поводу различных убеждений я сразу скажу. Существует истина. Реально есть такие моменты, которые являются истинными, да? Вот их не оскорить никаким образом. И эти моменты, они очень важны. Есть разнообразие форм. Всё. Формы могут быть разные. Но есть истина, да? К примеру, я тебе расскажу сейчас эти истины. Вот смотри. У меня 16 соединений. Называют в народе их близнецовые пламена. Я прожила 7 грузов ада. Ты не представляешь, что такое попасть внутрь другого человека. У меня было соединение с одним человеком. А потом, как в сериале «Восьмое чувство», у меня их 16 штук. Это всё неспроста. Я это тоже понимаю, потому что проснуться в этом мире и увидеть истину достаточно сложно. И вот, что я скажу. Я была в соединении с разными людьми. Это мужчины. Я скажу следующее. Мы все любим одинаково. Энергия у нас у всех, она, когда мы находимся на высокой вибрации, она одинаковая. Как люблю я, так же любишь ты. Как любит Максим, так же любит и другой мужчина. Мы все одинаково любим, мы все одинаково звучим. То есть у нас на всех одно поле энергетическое. Это любовь. Когда мы счастливы и радуемся, мы одинаково все звучим. Когда любит животное, оно испускает точно такую же энергию любви. Это одно состояние на всех. Когда мы испытываем боль, нам всем больно одинаково. Вот если меня ударят, да, к примеру, духовно ударят, я испытаю боль. Эта боль будет сродни атомной бомбы. Если обидит животное, ну, бой поведут или еще что-то сделают. Животное в пространство испустит точно такую же ядерную бомбу. Понимаешь? Наташ, мы уже, видно, перешли на ты. Ладно, хорошо. Послушай, я тебя прекрасно поняла. Я сейчас даже не говорила об истине, которая существует одна. Я сейчас говорила о разных мнениях и убеждениях, которые объективно существуют у разных людей. Если ты изучала этот вопрос, то только одних крупных религий насчитывается, ну, может быть, пять или шесть. Если мы начнем их рассматривать, то мы увидим, что они делятся на множество мелких динаминаций. Более того, в каждой из такой динаминаций два абсолютно разных человека, даже которые ходят рядом и сидят рядом и общаются, они, если рассматривать детально их убеждения и мнения, они будут все же несколько отличаться. Это кажется, что большое разнообразие и формы. Мы живем в одной программе. Эта программа достаточно узкая. Например, мое поле раскачанное, я ощущаю поле этого мира, ощущаю поле других миров. Я ощущаю это как маленькую программку, маленькую коробочку. В этой программке небольшой набор программ. Установок и убеждений. Их все можно разложить, вот если заняться, их можно все разложить по каким-то определенным группам. И все религии, фактически все религии транслируют все религии в этого мира с момента вторжения, потому что в этот мир было произведено вторжение, и единое поле, в котором мы все когда-то существовали, оно было порвано. Вот это единое поле, поле любви. Нас разорвали на разные части, да, и нами стало легче управлять. Основа всех религий, да, не берем Библию, Евангелие и приход Иисуса Христа, это тоже нужно будет отдельно поговорить. Если мы возьмем религии, буддизм, все, какие раньше были, вообще все, что было раньше, это одна религия, то есть у нее есть один фундамент. Сознание, разум осознал себя и начал познавать и создавать формы. Я про это сейчас и говорю, формы. А вот истина, про которую ты говоришь, она действительно одна. Что такое это истина? Истина — это источник всего. Прежде чем говорить про религии и про вторжение, и про программы, которые там были, соответственно говоря, захвачены мы кем-то, мы должны определиться вообще с пониманием основополагающих вещей. Вот, например, что такое мироздание, ну, и конкретнее, конечно, земля, и вообще мироздание для меня. И что такое для тебя? Кто его создал и для чего? А потом я расскажу. Давай так, да. Он мне как-то один дяденька сказал хорошую вещь. Он мне сказал, говорит, что ты по низам ползаешь, ты посмотри на мир с позиции Бога. Давайте определимся, кто такой Бог. Бог — это духовно здоровое существо. Как такового, по сути, Бога не существует. Бог — это история и картинка для нас, что ведь кто-то вышестоящий, который создал Вселенную, что, в принципе, во многих религиях и транслируется. Бог. Давайте его найдём. Кто такой Бог? Бога найти очень и очень просто. У меня мой опыт. Я просто говорю, что меня прогнали по этому миру носом, волоком, по грязи, в землю, чтобы я очень многие вещи поняла. Найти Бога очень просто. Ты любишь, ты радуешься, ты счастлив, ты хочешь жить, ты хочешь творить. Когда ты депрессируешь, когда ты злишься, когда ты ненавидишь, ты что делаешь? Самознаешь. Человек разрушается. У него желание покончить жизнь самоубийством, потому что та духовная боль, которую он в эти моменты испытывает, она сродни аду. А то те бомбы, которые он излучает в пространство, они разрушают весь мир вокруг него. Такова энергия человека. Человек может своей любовью исцелить, и человек может своей болью убить, которая из него исходит. Не словом даже, а той боли, той энергии, которая из него исходит. Давайте так, кто создал этот мир? Есть жизнь, да? Бога нашли, любовь. Есть любовь, есть счастье, есть радость. Существует жизнь. То есть любовь создала миры. Она создает формы. Вот просто сейчас философия — это философия, которая и в религии, и в христианстве прослеживается. Любовь создает миры, любовь создает формы. Посмотри, я создала форму, я люблю эту форму, мне эта форма интересна. Но в какой-то момент я теряю интерес к этому платью. Платье что делает, но в пространстве исчезает? Нет платья. Когда я создаю платье, включается помимо формы третий элемент. Это информация, потому что в форме, созданной любовью, записан... Это я просто сейчас рассказываю, выкладывайте, не выкладывайте. Это я вам, чтобы вы потом просто осмыслили и, может быть, поменяли свою конструкцию. Когда я создаю форму, включается третий элемент. Разум, сознание, информация. То есть я создала любовь, информационную форму. Когда я ее люблю, форма прекрасна, форма выполняет мои намерения. Но когда я теряю к ней интерес и иду строить дальше, эта форма распадается в ничто, в ротоматерии. А что, форма прекрасна только, когда выполняет твои намерения? Когда в ней есть любовь. Вот смотри дальше, что происходит. Когда в ней есть любовь. Я форму. Когда я создаю форму, я в нее вкладываю свою энергию. Наташ, а что есть любовь? Дай-то говорю. И форма, вы просто это нужно осмыслить. И форма, она становится Богом. Потому что душковная конструкция, духовная конструкция, в ней внутри находится Бог, а сама конструкция духовного существа это материально-информационная форма. Но платье меняет прекрасно. Энергия течет в пространство. Она меняет форму, и это прекрасно. Потому что мы все любим одинаково, и мы все наблюдаем одинаково. Вот слушай дальше. Наступает момент, когда форма осознает себя. Сознание осознало себя, говорят в этом мире. Когда эти моменты происходят, тогда такая форма становится Богом. Или, как говорят в Библии, становится падшим ангелом. И так происходит по закону Вселенной, что энергия отца из нее уходит. Что значит становится Богом? Становится падшим ангелом. Но оно становится Богом для себя и отрывается от Бога. Автогенерирует. Она сознание осознает себя. И эта форма без Бога, без Божественной энергии жизни внутри, как платье, платье просто себя осознало. Платье себя осознало. Тело, вот мое тело. Душа ушла, а мое зомби себя осознало. И? Ей нужна жизнь, чтобы жить, потому что, если она не будет жить, то есть получать энергию Бога. А как ты платье можешь носить без формы? Ответа у нас получается. Наташа, просто мы сейчас запутаемся. Вот смотри. Ты сейчас немножко себе представил на месте Бога. Хорошо, я тоже представлю. Вот я создаю некую форму. Потом я теряю к ней интерес. или она там осознает себя. И что делаю я? Так как я есть любовь, если я есть Бог, что я делаю для той формы, которая осознала себя отдельно от меня? Я ей создаю условия, те миры, в которых она может жить. Что я делаю? Я создаю для нее тот мир, в котором она может жить и развивать в себе ту любовь, которая вложена изначально. То есть вы в истине, в добре, в красоте, в счастье, в конце концов. Я сделаю это из любви. Смотри, какая... Есть ли в форме... Там, смотри, лича проблудного сына, которая написана в Евангелии. Знаешь, ты чего. Ничего не происходит с формой. Душа смертна, как говорят. Форма смертна. Либо форма впускает в себя Бога. Что-то... Душа смертна. Душа смертна. Душа, форма смертна. Душа смертна, она просто распадается. Остается... А зачем тогда было создавать сознанием форму, для того, чтобы эта часть сознания распалась? Она же сама себя осознала. Она же себя сама осознала. Зачем ей распадаться? Она начинает вампирить, чтобы получать жизнь. Она не выполняет намерения творящего. Она выполняет свое собственное намерение. Она не созвучна с нарядью любви. Представьте, мир, в котором все любят. А от кого она вопилинает? Чтобы понять мир... Вот смотрите, чтобы понять вообще мир, нужно представить... Чтобы понять конструкцию, да, любовь... Жив мир любви и мир без любви. У нас в нашем мире любви не существует. В нашем мире существуют формы. Если бы не было любви, не было бы тебя. Ты бы не родилась ни любовь к папе и маме, наоборот. Нет, у меня у родителей не было любви. Здесь все люди рождаются без любви. Ты родилась тогда? Потому что, если бы была любовь, вы бы многие вещи понимали. Любовь всегда ждет. И любовь всегда ждет. Как ты родилась с папой и мамой? Тебя как вначале? А как обычно в этом мире начинают? Что такое, когда мужчины... А секс между мужчиной и женщиной в этом мире их отношения, то есть к любви никакого отношения не имеет. А секс — это не проявление любви через тело? Нет, секс — это не проявление любви через тело. Что за плазмоидная информация? Я уже вижу, что ты контактер 15-17 уровень плотности, я уже вижу примерно. Так, ладно. Смотри. Что вы говорите в любви и секса? Подожди, можно вопрос, Наталья? Давай мы повернемся к тому, что душа смешная. Ребят, когда есть любовь, когда вы переживаете энергию внутри себя, вам как такового секса, в нем необходимость, на чистом уровне он отпадает. Потому что сама любовь — это очень оргазмическое ощущение. Наташа, а ты когда-нибудь сама любила? Смотрите, ребята, по поводу любила ли я сама. Матричный — да, я человек, который влюбляется и который переживал очень много матричной любви. То есть, что понимается матричная любовь? Желание, страсть, сексуальные какие-то влечения. Это нормальная секс. Ты только сказала, что секс без любви. Как ты можешь говорить о том, что это влечение формы любви? Без любви. А? Переживала состояние выхода на божественный уровень, как говорят, на уровень духовно здорового мира. Нет, подожди, смотри, я только что сказала, что... Любовь и к матричной любви между мужчиной и женщиной это никакого отношения не имеет. А с чего ты это вообще взяла, что ты отношения не имеешь? Откуда эта информация? Ну, потому что так откуда. Потому что я это прошивала, Ирина, на своем опыте. А миллионы людей по-другому позывали. Подожди, так может быть это лично твоя информация, которая не имеет отношения к миру. Это информация, это информация о тех людей, которые выходили на этот уровень. Миллионы людей любили своих мужей, жен, божественной, бескорыстной, безусловно, любовью, и занимались сексом, или не занимались, это вообще уже значения не имел. Вот таких миллионов, я тебе сейчас просто буду примеры приводить. И откуда ты знаешь, что твои мама и папа такими не были? В этом мире люди любви не знают. Если бы в этом мире была любовь, в этом мире не было бы войн, в этом мире не было бы больных людей, и в этом мире мужчина и женщина не разводились, бы не ругались, а уважали друг друга. Подожди, а разве кто-то сказал, что в этом мире должна быть только любовь? Людям очень сложно избавляться. Но это так. Это матричный, секс это матричный уровень. На духовно здоровом мире проявления сексуальные существуют, души сливаются воедино. Ничего себе, влияние душ, но это совершенно другое состояние, это совершенно другие энергии, которые у человечества не свойственны. Если ты такой будешь слепой человек стоять и говорить, и солнца не существует, что ты ему скажешь? Так солнца не существует, это мир иллюзия. Я не существует. Тогда получается и ты иллюзия. Терезорный мир это мир временной формы. Наталья, Наталья, ты иллюзия. Телу пожизненно, то есть это временное наше проявление здесь. Наталья, тогда ты получаешь все иллюзии, я правильно понимаю? Моя форма в этом мире является иллюзией, да. Форма? А ты это форма или содержание? Моя форма является иллюзией. А форма или содержание? Я? Тел и дух, во-первых. Я дух. Это форма или содержание? Форма, содержание, дух, нет, это немножко не форма, это немножко не содержание, то есть на такой язык это не выложить, не сказать. Дух это состояние любви. Подожди, одну секундочку, мы сейчас, ты сейчас рассказывала о платье, которое осознает себя платьем. Форма, так вы не понимаете, посмотрите, вот это, вот это вот, это платье, а внутри этой платьи находится дух. Да. Мы сюда не рождаемся, мой дух сюда упал. Я падала. Упал, упал откуда? Сюда падаю, чтобы мой дух сюда смог упасть, он проходит несколько маточных хвостов, понижает свои вибрации и заходит в это тело. Создает, материализует данное тело. Почему ты называешь это падением? Здравствуйте. Это же переход из духовного мира в материальный. Нет, это не переход. В этот мир падают. Рефракция. Кто сказал, что в этот мир падают и откуда падают? Объясни, я вот этого не понимаю. Полные существа в этот мир падают. Это очень длинное, материальное. То есть, ребят, ваше представление о мире, оно не совсем, то есть, верное. Вы рассматриваетесь позиции маточного мира, да? И вы рассматриваете, вы транспористы. Ты не можешь говорить о нашем, Натусе, ну послушай меня, пожалуйста, понимаешь, ты сейчас вошла уже, ты уже себе сама придумала наше представление о мире и уже даешь какую-то оценку о том, что оно неправильное. Ты же спросила, как мы думаем. А можно я сейчас немножко очень такими простыми словами скажу, что вот есть извечный спор на Земле, что первичнее, дух или материя, он вообще извечен. А теперь смотри, слова духа, слова материя, это всего лишь слова, или как ты говоришь, формы. Теперь смотри, есть философские простые понятия, ничто, есть ничего не было, да? Это изначально философское понятие, да? Это фундамент философии, есть ничто, или называют еще протоматерией, то есть ничто. Я вспоминаю, что это в Англии, вспоминаю, что это в Англии, есть ничто, есть ничто. Наталья, Наталья, смотри, вот мы тебя слушаем. Это жизнь, которая из ничего создает формы. Это философское понятие. Ну, Патруя, мы тебя слушаем, и мы выдерживаем паузу, когда ты нам высказываешь свое мнение. Мы не можем только слушать тебя, когда ты нас переживаешь для того, чтобы объяснить свою точку зрения по тому вопросу, который мы подняли. Тем более, я так и не услышала, кто создал материальный мир. Простой вопрос. Любовь. Отлично. А из чего Любовь создала материальный мир? Существуют всевозможные практики, существуют выходы из тела. Любовь творит миры, творит формы на основании своей энергии и тех мыслей, которые рождает сама Любовь. Для чего? Курное существо, которое Любовь создала материальный мир. Миры создаются для счастья, любви и радости. Ну, придумай, представь сама, ты любишь, представь, ты любишь, вот тебя просто представь. А мы уже говорим о том, что Бог есть Любовь, Любовь создает миры. Я перенести состояние любви, это же просто и представить, как я в Любви что-то создаю. Неужели вы в Любви создадите вот этот мир? Неужели вы в состоянии любви создадите войну, создадите уроки, создадите голод, несчастье и болезни? То есть получается, ты говоришь о том, что у Любви нет свободы выбора? В Любви нет свободы выбора. Потому что есть Любовь. Чтобы понять, надо пережить состояние любви. Ну, ты любишь. Неужели когда ты любишь, ты бомбежку создашь? Или ты болезнь создашь? Да не имеет значения, что ты создашь в Любви. Это важное понятие. Ты должен пережить состояние любви, чтобы понять истину. А у тебя дети есть? А у тебя дети есть? Есть. И они никогда не дрались, что ли? Это маточный уровень. Понимаешь? Это тот мир, который атаковала паразитическая система и которая продала прием нашей энергии. Когда они дрались, они тебя всегда слушали, да? Они дрались, и они меня слушали, потому что я проживала маточной жизнь. Я не знала, что такое состояние любви. У меня были маточные желания, и у меня были маточные дела. Почему они дрались, если ты им говорил, так не делать? Что же они тогда? Откуда же у них была такая свободная выбор? Есть система этого мира. Вот есть система этого мира, да? Она выстроена паразитической структурой, полностью паразитическим ингредитором. Мы все проходим одни школы, мы все получаем одну информацию, и мы все с вами проходим придуманные этим миром одни и те же уроки. когда ты не понимаешь мир, а мы закрыты, мы сюда рождаемся, мы сюда падаем, материализуемся, нас закрывают полностью. Мы живем по предложенной этой программе сценариям, поэтому наши дети берутся, мы болеем, мы трахаемся, мы разводимся, и так далее, и тому подобное. Кем создана эта программа? Хорошо, я не поняла. Кем создана программа? Эта программа создана сатаной. Откуда взялся сатана? Эта форма, которая осознала себя, стала считать себя Богом и начала творить свою реальность. Либо этот мир порвался в политические установки и начала это. Наталья, отклик, пожалуйста, кто сделал сатану? Правило. Кто? Кто? Этот мир оккупирован паразитической системой. Кто создал сатану, спрашиваю? Я же объяснила. Я же объяснила. Сатана это форма. Это Бог. Кто создал форму? Это же написано, понимаете? Вот, эта форма, вначале, о чем я и говорю, это форма, которая осознала себя и отказалась от энергии творящей, от того, кто его сотворил. В Библии написано падший ангел. А кем создан сатана? Он не создан, он стал. от того, как он стал, откуда он вообще появился? Это было духовное существо, которое стало считать себя уникальным, которое стало считать Это духовное существо, у него есть начало? Есть. А где оно? это существо создал Творец Любовь. Значит, Любовь создал сатану, я тебя правильно понимаю? Она его не создала, он стал таким. А почему он таким стал? По чьей воле? Он осознался, и он стал считать себя Богом. А по чьей воле он осознал? А у него воля появилась. У него появилась воля. Что сказалось, любовь не создает воли? Любовь безвольно, ты же сказала, что нет свободы выбора. Вы любовь, понимаете, ребят, чтобы понять, вот вы когда говорите, вот многие люди, которые любовь проживают, непрекрасно понимают, о чем я говорю. Вам, чтобы понять это, нужно прожить состояние любви. Разве любовь создаст урок? Когда ты любишь, разве вы искренне и чисто? Разве вы своему ребенку зла пожелаете? Когда любите искренне и чисто? И когда в любви есть условия, ты своим детям зла желаешь, нет? Не надо пока на детей, мы говорим о других, это сатанинский мир, это адовый мир. А зачем ты в него детей разжаловываешь? Да. Потому что я сюда упала, в этот мир, я многие вещи не понимала. Не пришлось пройти массу фактических переживаний, чтобы понять истину. Наталь, ты в этом мире мучаешься, расскажи, пожалуйста. Тебе плохо здесь? Когда я знаю любовь, я могу в этом состоянии находиться и жить в аду. Понимаете? А когда ты любви не знаешь, тебе везде плохо будет. Ты не ответила на мой вопрос. Сейчас мы с вами ходим по кругу. Я думаю, либо для вас это дойдет и откроется, да? Либо для других дойдет. Смотрите, по поводу ченнелингов. Как душа получает информацию? Как духовная суть получает информацию? скажи мне, как духовная суть получает информацию? Вы отвечаете на наши вопросы. Мы не можем отвечать на твои вопросы. Дело в том, что вот сейчас расскажите. Вы понимаете, что я говорю. Вы состояние любви не знаете, Максим. А куда вы знаете, что я не знаю состояние любви? Но вы состояние любви сами не переживаете. Вы его не знаете. Вам даже сложно представить, что любовь войны не создает. Наталья, ты знаешь состояние любви? Отведи, пожалуйста. Зла не творит. Ну, ты знаешь состояние любви? Вот ты знаешь состояние любви. Ответь мне, пожалуйста, на вопрос. Касан на камень. Слушай, Наташ, если ты имеешь состояние любви, то сейчас ты меня уже ни разу не перебьешь и выслышишь мою картину мира. Я не имею сейчас состояние любви. Как и ты, Ирина, как и Максим. Почему я не имею состояние любви? Потому что нас в этом мире банит. Я на данный момент закрыть. Я тебя не слушала, между прочим. Поэтому я могу себе позволить так говорить. Я тебя выслушала. Я выслушала твою систему. Я тебя задавала вопросы. Теперь я расскажу. У нас уже полчаса прошло, соответственно, у нас есть еще полчаса. И теперь я расскажу вкратце свою систему мировоззрения, которую мне, конечно, передают, как и теперь. Ну, ладно, это не важно. Я знаю твою систему мировоззрения полностью. Твои зрители знают? Я не должна о ней говорить. Нет, подожди. Мы должны в любом случае сказать твою систему мировоззрения. Не даешь нам разговаривать вообще с тобой. Ребят, у вас мировоззрение классическое, матричное. Я вам идеально пришла рассказать о том, что вы делаете, чтобы немножко вы поняли, что такое чинные деньги. Как мыслит духовное существо? Ирина, как мыслит духовное существо? Скажи, пожалуйста. Мы договорились на YouTube-канале, что каждая выскажет свое мировоззрение. Ты это сделала. Нет, я знаю, Ирина, твоё мировоззрение. Понимаешь? Но вы с тобой договорились, почему-то не осознался. Зрители-то не знают его мировоззрение. И вы получаете паразитическую информацию, что такое чинные деньги. Что такое чинные деньги. Подожди. Я сейчас с тобой уже не буду разговаривать. Вот ты сейчас нарушаешь договор. Мы с тобой договорились на YouTube-канале, что мы выскажем каждое свое мировоззрение. Ты сейчас нарушаешь. Хорошо. Так, отлично. Я тебе задавал вопрос. Бог, теперь я объясняю мировоззрение. Бог есть любовь. Он абсолютное духовное существо, которое находится вне этого мира. Он родил всех нас разумных духов. Из себя, из своего света. Его еще называют вечный свет. Потом он создал материальные миры. 59 уровней плотности. Вначале менее плотные тонкоматериальные миры, где живут плавмоиды. А потом он создал наш плотный материальный мир или физическую вселенную. Для чего? Для того, чтобы мы духи могли воплощаться здесь и развивать в себе любовь, истину, красоту и жизнь. Для чего именно воплощение мы должны это делать? Я объясню. Я объясню. Дух не имеет возможности развиваться и проявлять свою любовь вне воплощения. Имя самотелия делает его способным к изменениям. Что такое развитие в твоем понимании? Развитие в моем понимании это бесконечное приближение к абсолюту и его качеству. Каким образом ты будешь приближаться к абсолюту? Развивая в себе его качество. А что тебе развивать в себе? Ты такая тупая, что ты поцелуй от пенделя отличить не можешь? Вот скажи, пожалуйста, как такового в любви развития не совершено? После этих фраз ты такая тупая, я думаю, что значит мне отличать поцелуй от пенделя. Ребят, я вас не оскорбляю, это вы себя оскорбляйте сами. Вы поцелуй от пенделя отличить не можете? Можете, правильно? А ты уверена, что вот это не вырезать нужно, а оставлять все? Оставляй, нет, реально оставляй, оставляй, оставляйте все, оставляйте. Вы себя оскорбили сами, сказав себе, что вы развиваетесь. Я вам говорю, ты поцелуй от пенделя отличить можешь? Так, подожди, ты сейчас уверена, что то слово, которое ты произнесла, ты произнесла в любви? А я тебе уже объяснила, что у меня закрыли, если была в состоянии любви, я бы многие вещи вообще не могла делать, потому что если была в состоянии любви, я делала бы другие вещи, и сейчас вот эти вещи мне были бы неинтересны, и общение с тобой тоже. Но я хочу до вас донести, что та информация, которая через вас передается, она не совсем от здоровых ребят. Вот смотрите. Я хочу сказать, что мы не можем отличить поцелуй от пенделя, что ли? Да. Вы, получается, не можете отличить поцелуй от пенделя, раз вы развиваетесь, вам уроки нужны. Да, ладно, понятно. А имею ли я право доносить ту информацию, которую мне дают? Если ты осмыслишь все, что говорят, я не знаю, может, у тебя канал с какими-то нарушениями. Если ты поймешь истину, оценишь состояние любви... Для меня мое состояние есть истина, а для тебя твое. То, что ты говоришь, говорить нельзя, Ирина. Я тебе реально говорю. Вот скажи, что такое... Наташа, кто мне может это запретить? А потому что ты несешь ответственность за то, что говоришь. Я в начале видео сказала, что я решила этот путь и то, что я прошла через учитель и группу меня слило окончательно. Потому что ту информацию... Вот смотри, простой момент. Ченнелинги. Что такое ченнелинг? Я перед тобой несу ответственность? Да, перед другими людьми, которые здесь находятся. Что такое ченнелинг? Какими другими людьми? Я не... Только перед тобой? Да, и расскажи мне, пожалуйста, как мы своей информацией не видели ли плохо? Вот подождите, вот смотри, что такое ченнелинг? Ченнелинг – это передача информации. Да, это контакт. Да, передача. Как мыслит духовное существо? Как оно получает информацию? Мыслит оно ровно настолько, насколько оно имеет возможность мыслить в том уровне сознания, в котором оно находится. Есть... Вот представьте себе яблоко, да? Это яблоко разрезали и раскидали по разным частям. Раньше вы обладали яблоком. Вот запомните, духовное существо всегда говорит притчами. У меня не всегда это получается. Иногда притчи спускаются, потому что в притче существует масса смысла. Духовное существо высокого уровня никогда линейную информацию, ченнелинг, линейную информацию передавать не будет. Есть яблоко, его разрезали на части и раскидали. Так вот, яблоко — это наше мышление, это наш способ получения информации. Ченнелинг — это только один из способов получения информации, телепатический контакт. Один из способов. Мы видим этот мир своими глазками. Это тоже один из способов. Мы наблюдаем этот мир своими глазками. Это тоже один из способов. Мы видим образы. Это один из способов. Мы видим образы разного плана. Мы видим образы разной плотности. Мы видим образы разной мерности. Это другой уровень нашего видения. Мы находимся в этом теле. Мы можем выйти из тела, находясь в здравии сейчас тут, и мы окажемся в одной плоскости. И мы можем выйти из тела и переместиться в другую плоскость. Потому что духовное существо мыслит многомерно. И информацию оно получает не только с помощью ченнелинга, а с помощью наблюдения этого мира, наблюдения других пространств и наблюдения мыслей, и картина, которая постоянно в его поле присутствует. Он эту информацию, в духовно здоровом мире, стоит вылететь повыше, он эту информацию получает моментом, отовсюду, сразу. Здесь мы ее получаем кусочками. Или это называются посылы. Тебе пришел посыл информации. Откуда ты знаешь, что ты есть истина, если ты иллюзия без любви? Дело в том, что я уже от тебя получила информацию о том, что этот мир есть ад. Но я чувствую по-другому. Я не кураторы мои. Я личность, как вот я есть личность. Что ты и кураторы говорят? Я, как личность, с детства, даже до контактов, с 12 лет, чувствую, что этот мир есть форма света. Что этот мир лично для меня, какой бы он ни был, это есть божественное, райское, светлое место любви. И если я тебе сейчас скажу, что я с тобой согласна, что мир есть ад, то я тебя обманул. Ты же не хочешь, чтобы я тебя обманул? Я недавно ролик смотрела. Ребенок ревет и плачет, у него онкология. Понимаешь? Куча бездомных животных, куча людей, которые... То есть этот мир страдает. Мир, в котором хотя бы одно духовное существо получило страдание, ставится на карантин. Понимаешь? Потому что он в пространство испускает атомную бомбу. Я прохожу... Я почему? Я этого раньше не знала. Я тоже гадила и стрела по миру ходила. И тоже рай им считала. И тоже мимо больных людей проходила. Что ты думаешь, что я не страдала? Ты что, думаешь, я никогда не страдала? Ты очень сильно ошибаюсь. Я не знаю, что страдала. Мы все страдаем. Мирин, понимаешь, что это и дело, что мы все проходим через череду страданий. Она у нас всех... Без боли, без боли нету роста, Наталья. Как ты можешь совершать... А ты что, поцелуй от пенели отличить не можешь? Ну, по твоим словам, я вообще ничего отличить не могу. Так это адовый мир, понимаете? Вам создают специально... Это для тебя он адовый. Нет, а почему ты не должна согласиться, если моя душа, мое я говорит мне по-другому? Это же не должно быть такого. Хорошо. Как ты думаешь, в мире любви могут быть страдания? Да. Как так? Ну, ты представь, ты в любви родила и заставила... Это чтобы оценить любовь... Ты родила своего ребенка и послала его на страдания. Да, подожди, Максим. Ты родила ребенка и послала его на страдания, да? Ну, ты любишь ребенка, ты родила его. И что дальше? Подожди, даже то, в чем он рождается, он рождается уже со страданиями для меня и для него. А почему? Если ты его любишь... Я его радую родила. Ирина, вот ты любишь, ты ребенка в радости родила. Ты ему все самое лучшее от себя дашь. Как ты думаешь, какого ты ребенка вырастешь? Разного ребенка. Все зависит от того, насколько ребенок воспринимает, какой у него обществу, какой у него папа. Твоя воля и дух... Какая своя воля. Ты форму родила вольную. Вот, понимаете, ребят, так если ты в любви ребенка родил, и все самое лучшее с чистой любви ему дал, он твою любовь принимает. Любовь-то принимает... Ничего подобного. Ты можешь воспитать морального урода, который будет ходить и через свое эго... Максим, понимаешь, ты сейчас транслируешь информацию этого мира. И вы ее культивируете и продолжаете транслировать. А ты в каком мире находишься, Наталья? А я сюда пришла, чтобы этот мир изменить и на другой уровень вывести. А вы в этом мире кашу, которая болото здесь крутит... Как ты можешь изменить мир, когда ты считаешь его адовым? А чтобы люди осознали и поняли, где они находятся? Чтобы они поняли, что нужно любить, да? Ну вот ты мне уже говоришь 40 минут, я не осознала ничего. Вот такой ченнелинг. Я не осознала, что этот мир... Ченнелинг — это управление аватаром другим существом. То есть ты и свой мозг, и куча людей, свои мозги кому-то отдали. Какая у вас свободная воля? У вас вообще ничего не вяжется. Ченнелинг и свободная воля, и свобода выбора — это вообще просто не состыковки полные. А ты сама не мыслишь. Ты не мыслишь сама. За тебя мыслят и выдают информацию. Так ты сама контактер. Значит, ты тоже управляема? А я получаю информацию объемно. Понимаешь? А я суперконтактер, поэтому мне насрать на других контактеров. Так получается? Да, мне насрать на других контактеров. Сейчас поясню, почему. Потому что я хочу быть собой. И я не хочу, чтобы моим мозгом управлял Тони Попотин. А больше никто не хочет быть собой. Понимаете, существуют уровни видения. Я вам и сейчас описала. Просто то, что я говорю, эзотерики, да, философы, они меня прекрасно поймут. У вас уровень, пока извините, ребята, вы не можете их понять. Не обижайтесь, я хорошо к вам отношусь, но вы пока не можете эти вещи понять. Пересмотрите, осмыслите. Ничего страшного, пускай, пускай говорили. Говори, говори, Наталья. Потом комментарий сама почитаю. Говори, 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 рассказывай. И комментарий больных людей, реально, когда они не понимают простые вещи, и вы их загоняете в эти состояния, кому надо поймут. Вы их загоняете вот в эти состояния, мнимые, продавая эмоции непонятно куда. А ты им исследование проводила? Смотри. Пожалуйста, покажи мне диплом психиатра теперь или психолога. И причем исследование всей аудитории, которая нас слушает. Да, всех больных, которых ты сейчас сказал. Это уже осуждение называется. Ирина, смотри. Оно так и есть. Я это проходила, потому что я проходила все ваши школы. А я тебя сейчас назвала больной? Или вот он, может, я назвал? Если человек не умеет сам мыслить, что такое контактерство? Ты подключила свой мозговой аппарат к кому-то и говоришь все, что тебе спускают. Ты кто контактер? Асписляй абсолютно, что тебе говорят. Ты же контактер. Ну и расскажи нам, пожалуйста, куда ты подключила свой аппарат? Нахер контактеры? Если вы разницу ощутить не можете, что уровень контактов разный. Я получаю информацию многомерно. Мне в мозг трещать не надо. А я своим мозгом могу слышать слова, как тебя сейчас. Понимаешь? А она получает информацию не многомерно, да? Человек получает информацию, духовная суть, многомерно. Наталья, откуда ты знаешь, как Ирина получает информацию? Откуда ты знаешь, что все люди больные? Он не является так, потому что вы людей больными делаете. Вы подключаете людей непонятно каким каналом. Продаете их мозги. Человек не в состоянии. Кто кому подключает? Покажи мне хотя бы одно видео, где мы их подключаем к каким-то каналам. Хорошо, смотрите. Прозвучала вот Ирина, она с Христом там общалась. Прозвучала такая фраза. Давай. Ты сказала, что Христос приходил в этот мир, и вот Сейф, сейчас даже прочитаю. Да, прочитай. Как она звучит. Смотри. Эта фраза звучит так. Сейчас скажу. Христос. Главная цель моего прихода на землю и моей жертвы – создание такой религии. Ребята, вы вообще о чем? Это в каком уровне? Это где создают религии? Понимаете? А ты знаешь, что такое религия? Сейчас я открою словарь и тебе прочитаю. В духовно здоровом мире религии не существует. Существует. Вот ты говоришь, что существует. А я говорю, что существует. Это просто будет сейчас пустой слов. Если ты любовь не испытываешь. Если ты не знаешь, как в любви творить. Только что призралась, что ты тоже ее не испытываешь. Только что ты призралась. Я тебе объясняла на протяжении всего нашего видео, что я это не испытывала. Как ты можешь нам говорить, что мы не чувствуем любви, когда ты сама не знаешь, что такое любовь? Я сама сказала, я не знаю, что такое любовь. Я же это помню. Я вам объясняла в начале видео, я не раз говорила, что я знаю, что такое любовь. Что я в божественном уровне, как говорится, в духовно здоровом мире. В любви находишься. Я же объясняла уже несколько раз, что я эти процессы переживала. И люди, которые переживали эти процессы, любви внутри себя, и попадали в духовно здоровый мир. Теперь скажи, цель тогда встречи со мной. Ну вот в этом видео. Цель сказать следующее. Что та информация, которую вы передаете, она идет через паразитическую систему. Нет у Бога религии. Христос сюда приходил. Он одну заповедь дал. Да любите друг друга, как я вас люблю, вас. И Христос мир распял. С его приходом в мир. Христос ходил и всем одну и ту же фразу говорил постоянно, кроме нее он других фраз не знал. А он пришел мир показать. Он пришел образ Бога запустить. Применным текстом в Библии написано. Я это знаю, потому что я любовь знаю. Я это знаю, потому что я пресняю. Смотри. Все встречи со мной, я так и не буду. Он не приходил сюда религии создавать, понимаете? Он приходил этот мир пробудить. Он сказал, не мир принес я вам, но меч. Потому что с его прихода началась трансформация данного мира. Никто больше. А ты говоришь, что там не бывает страданий. Меч это страдания? В мире не бывает страданий. Потому что я еще раз объясняю. Когда человек страдает, он в пространстве. В духовном мире, я с тобой согласен. Не бывает страданий, потому что там нету роза. На низких уровнях есть. Этот мир, этот мир материальный. Он слишком материальный. И этот мир физических ощущений. Ты сама выбрала этот мир и сама сюда упала, как ты говоришь. Ухватилась. Я выбрала подбределенные задачи. Потому что ту информацию. Правильно. Потому что эти задачи могут дать возможность тебе вырасти в твоем духовном уровне. Какие люди мозги дурят. Очень много. Что такое ченнелинг? Это подключение к оператору. Оператор через вас. Мозг. Вы не думаете. Вы не учитесь думать. Вы не умеете думать. Тут мышление у людей убито. А ченнелинг это вообще просто-напросто все. Вы даже простые вещи понять не можете. Потому что все уже здесь. Давай выставим на канал. Давай действительно. Пускай люди знают, как. А люди могут сами себе противотечить. Когда мне говорят, что любви нету. А потом говорят, что была в любви, проходила ее. Вы даже не понимаете, что я говорю. Вы даже это осмыслить не можете. Ребят. Да. Да ты не понимаешь, что ты всех осудила. Ты сказала, что я звезда, а все остальные идиоты. Давай мы все-таки вот так поговорим. А какая цель была наша встреча? Цель? Да. Цель была сказать следующая. Что все существа, с которыми ты общаешься, являются паразитической системой, которая управляет данным миром. Так, отлично. Спасибо за две. А теперь ты скажи, я обязана с тобой? Я с тобой обязана сейчас согласиться? Ну, ты не согласишься. Я просто тебе сейчас это говорю. Я обязана. До тебя это дойдет. Любое слово, которое ты говоришь в своем виде, в видеах можно оспорить. Любое слово, которое ты говоришь в своем виде, является ударом к человеческой психике. И любым словом, любыми своими словами, ты направляешь человека по ложному следу. Я говорю, я с тобой сейчас обязана согласиться? В смысле, даже информацию. Настолько уже продала свой мозг, непонятно кому. Я поняла тебя. А я с тобой обязана согласиться? Подожди, вот это я продал свой мозг. По большому счету, да, обязана согласиться. А если я не соглашу? Если я не соглашу, что ты можешь сделать? Ириша, я вообще ничего не делаю. Я тебя предупредила. Я сказала, что я сказала. Понимаешь? А если я вас возьму и не соглашу, что мне за это? Не соглашайся, Ири. Ты понимаешь, можешь не соглашаться, мир меняется. Я не соглашаюсь. Так не соглашайся. У меня есть своя система мира, которая меня полностью устраивает, в которую я гармонизировала. Я что смогла, передала, Ирина. Я что смогла, передала. А ты как сейчас передавала это все? Ты на контакте? Как ты это сейчас передавала? Расскажи нам, пожалуйста. Ты на контакте находишься? Ребят, я сто процентов на контакте нахожусь. Я вам в начале видео объяснила. Сто процентов на контакте это сто процентный ченнелинг получается? У меня не ченнелинг. Я вам объясняла. А чем контакты отличаются от ченнелинга, от передачи информации? И вы сейчас информацию передавали? Не прыгайте, я вам объясняю. Что? Вы даже простую вещь понять не можете. Что ченнелинг, телепатическая связь, это один из способов контакта. Он не важный и он не единственный. Духовное существо должно само осмыслять информацию. Информацию, помимо ченнелинга, мы получаем различными способами. Мы видим сны, мы видим образы, к нам приходят мысли. Нас всех, каждого по этому миру ведут. И наше ведение зависит от чистоты нашего канала. Наталья, я в общем понял, я правильно тебя понимаю, что ты находишься на канале с высокодуховной сущностью, которая передает информацию Ирине, чтобы ее обезопасить. Правильно я понял? Я передаю эту информацию, ребята, от тебя. Я в моем поле много кого топчется. Меня ведут. Что значит в твоем поле много кого топчется? То есть ты свое поле отдала для топчения каких-то сущностей? Ребят, поле каждого человека прикреплено к какому-то каналу, понимаете? Ты не ответила ни на один наш вопрос. Какие у вас вопросы были? Максим, какие у вас вопросы были? Скажи, пожалуйста. Ты на контакте? А кто и вещи понять не можете? Да я в постоянном контакте. У меня много существ, которые на контакте. Бывают ситуации, когда меня ведут или подгоняют под какие-то ситуации. А чей мост ты используешь, когда передаешь контакт? Максим, я вам объясняю, что информация получается различными способами. Существует масса способов ее получения. Масса уровней. Причем здесь способы получения информации для осуждения. Причем здесь способы получения информации для осуждения и иного контакта. Вы еще не занимаетесь абсолютно толком. У вас нет никаких медитаций, потому что вы просто вещь не боять не можете. А что это медитация? Ты еще не изучала. У вас есть канал медитации. А чем не изучать, Ирина? Я вас пару раз послушала, а вас слушать-то не стоит. Это первый класс, начальная школа. Кто считает для людей, кого стоит слушать? Меня. Наталья, ты звезда. Ты звезда. Я это видео выставляю на наш канал, чтобы вы увидели наконец-то настоящего контактера. Настоящего контактера. У которого самый лучший контакт. Который знает, что все люди больные. Который знает, что нет любви. Который знает, что все уруды, кроме самого человека, который это проектирует. Все мы живем в аду. Великое открытие. Я не являюсь контактером. А кем ты являешься? Я духовное существо. Которое познала любовь. Которое видит, что в этом мире любви нет. И которая прошла тот ад, который вы устраиваете. А я прошла ад. Наталья, я желаю тебе правильного прохождения уроков на этой планете. И мы тебе лично никакого ада не устраивали. Проходи уроки сам, понимаешь? Если ты поцелуй от пенделя отличить не можешь, это твоя проблема. Я могу. У меня нет уроков. Понимаете? Это у вас уроки есть. Солнышко, занимайся своей жизнью. Занимай своей жизнью. Разберись со своей головой, со своими контактами. Кто ты есть. Какое структурное мироздание. А то, что тебе не нравится наша информация, так не слушай нас больше. Ни в коем случае больше не воспринимай нас. Вы даже не смогли, в вас не вмещается то, что я вам сказала, вы даже не смогли в себя вместить. Понимаете? Просто тебя, просто тебя так много звезды, что в нас это поместиться, но не может. И проданы, понимаете? Проданы, да. Мы проданы любви, все правильно. А кому продана ты, Наталья? Проданы скоты. Да. Убить их. Вы даже не поняли простых вещей, которые я вам сказала, ребят, реально. Наталья, солнышко. Мы тебя любим безвозмездно. И я очень сожалею, что ты живешь в аду, которую ты сама себе придумала. Но мы не можем тебе вытащить в аду. Мы не можем помочь тебе. Это твой личный выбор, и у тебя есть свобода выбора. Какой уровень? Вы даже не поняли, что я сказала. Я сказала простую вещь. Нам вообще, мы вообще не понимаем, что ты говоришь. Мы не поняли. Нет, мы преклоняемся перед тобой. Да, мы говорим тебе огромное спасибо. Суховное рабство, понимаете? Если бы не ты, мы бы не поняли суть мироздания. А мы бы поняли, а вы не поняли, я бы не поняли. Вы даже Христа не поняли, понимаете? Вы с какой-то херью. И того мы не поняли. Только одна ты. Которая... Одна ты, я поняла. Одна ты, я поняла. Одна ты, я поняла. Раскудрила, вы не в состоянии вместить, что вам распудрили. Раскудри людям мозги. Ты что, не можешь распудрить? Понимаете? Вы поцелуй от пенделя отличить не можете. Так я что могу вообще сделать? Ты можешь отличать поцелуй от пенделя? Конечно, могу. Это поцелуй. Как он отличается поцелуй от пенделя? Расскажи нам, таким вот неправильным, непонимающим. Есть любовь, а есть пендел. Все же очень просто, Максим. Нет, нет, подожди. А как ты поцелуй от пенделя-то отличаешь? Что есть любовь, есть пенделя, это понятно. А как ты поцелуй от пенделя отличаешь? Максим, ты вот сейчас уже просто начинаешь какой-то повторять слова, набор слов повторять и повторять, который просто нанесет в себе никакого смысла. Потому что ты не отвечаешь на вопрос. Да потому что вопроса нет, Максим. ты задала этот вопрос какой вопрос ты мне задал тема чем как ты отличаешь поцелуй от пенделя да просто вот это пенделя это поцелуй я не поняла смысла ты не умеешь отличать так отличать тебе урок-то и придумал понимаешь потому что есть понятие духовная радость чего ты взяла что я не умею отличать ой чего ты взяла что я не умею отличать а что ж ты тогда другим то учишь а что что-то других-то про уроки рассказывать. Я никому про пендели, про поцелуи не рассказываю. Ну, сейчас ты про это узнал. Оказывается, ты умеешь отличать. И тебе ни уроков не нужно. Ну, если бы не ты, конечно же, я до этого бы не отличил поцелуи. Ты хочешь жить любви и счастья, но тебе пришлось пережить страдания. Так, я благодарен своим наставникам за эти страдания. Потому что я бы не умел сейчас любить так, как я люблю. Ты, видимо, с рождения поцелуя пендели отвечать не мог. Тебя... Есть какая-нибудь другая фраза, пример того, как можно по-другому общаться с человеком, давая ему возможность понять, что он что-то не может отличить. А ты что, поцелуя пендели отличаешь с детства, не мог отличить, что тебя поцеловали, а вот тебя пнули? Так ты, извините, откуда ты пришел, из какого мира... Откуда ты знаешь, что я с детства не могу отличить поцелуя от пенделя? Потому что страдание называешь божественным уроком. Да. Ага. То есть я должен всегда жить в поцелуях? Максим, это нормально, это естественно, понимаешь? Это ваша система и ваши кураторы. Да. Мне интересно пендели раздавать. А кому они раздают пендели? Ну-ка, расскажи мне, как они раздают пендели? У вас паразитическая система, понимаете? Вы говорите... Нет, подожди, стоп, стоп. У нас? Подожди. Да это у тебя паразитическая система, ты сидишь, плавноида в корме. Они из тебя все энергии... Вы даже не можете понять, вы понимаете... Вот я сейчас на брусах буду разговаривать. Максим, смотрите, существуют практики выхода из тела. У вас были опыты выхода из тела? Ну, конечно же, нет. Куда уж мне их сделать? Да вы что? Астрал? Ну, какой астрал? О чем вы говорите? Мы не можем ответить по дуе пикера, а не про астрал нам рассказывать. А что это такое? Это пикер между мирами. Какого уровня выход в астрал у тебя будет? Ты телом выходила? Ага. Пеньги. Ладно, все, мы заканчиваем разговор, Наталья. Я не хочу больше разговаривать по одной простой причине. Нам сказать нечего. Да, мне... Слушай, давай закончим разговор на том, чтобы нам сказать нечего. Наше драгоценное время теряет на сказать нечего неохотно. Мы умолкаем перед вашей божественной душой. Да, и мы благодарим твою божественную душу за то, что ты нас просветила, за то, что ты нам дала столько информации и ответила на все наши вопросы, которые мы тебе задали. Я сам и снисторонировала. Благодарим и принимаем. Да, благодарим и принимаем. Любим и благословляем. До свидания, Наталья. До свидания. До свидания.